Отличный план. Ну что, пора зарабатывать. Привет! Это Сэм из Дамси, подкаст Реалити Литрес о пути независимого автора. Я Полина Воронина, руководитель отдела комьюнити менеджмента и фея Литрес. Мы с Надеждой Кириченко, героем подкаста и начинающей нон-фикшн-писательницей, уже встретились с редактором, психологом, книжным дизайнером и экспертом по аудиокнигам. А еще мы начали разговор с маркетологом и сегодня его продолжим. Если вы еще не послушали записи этих встреч, лучше начните с них, а потом возвращайтесь к этому выпуску. Надежда, привет! Привет, Полина! На нашем с тобой пути недавно возникла проблема. Пожалуй, она единственная, ну, как я все-таки надеюсь, что она единственная. Но очень глобальная. Да, 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 да. И, друзья, если вы помните, а я думаю, что если вы постоянные слушатели, то наверняка помните, мы не могли определиться с обложкой книги. Ну и вообще это частая проблема. Итак, мы обсуждали ее с дизайнером, с маркетологом, созванивались сами по себе вне записи подкаста. На самом деле это было классно и интересно, как мне кажется. Но в итоге мы загрузили Надежду большим объемом полезной информации, дали советы, инструменты. И, в принципе, дальше Надежда сама уже выбрала, что именно понравилось ей. Ведь книга ее, да, как мы говорили уже в начале подкаста, это ее продукт. Ей презентовать, ей продавать эту тему. Так что главной задачей Надежды, в общем-то, в предыдущий раз осталось выбрать. Итак, Надежда, выбрала ли ты, какой будет твоя обложка, отдала ли ее на создание, на услугу, ну и вообще помогло ли все то, что мы проделали, тебе заказать эту услугу создания обложки. Честно говоря, Полин, я не думала, что создание обложки это будет настолько мучительным и просто каким-то невероятно сложным процессом. Потому что, ну в общем-то, да, у меня был уже некий макет, у меня было некое представление, и казалось, что вот прям буквально там пара штрихов, и все начнется. Но когда я послушала профессионалов, и когда они сказали каждое свое мнение, когда прозвучало множество идей, у меня, если честно, возник огромный яролаж в голове. И я очень благодарна вам, всем, кто мне помогает от Литрес, я очень благодарна за то, что были пинки в верном направлении, когда меня вовремя останавливали от моих ночных фантазий, да, знаете, вот приходят ночи гениальные идеи. Вот, и говорили, так, давайте еще разок вернемся к тому, о чем, собственно, говорили. Это первое. И второе, это то, что в конце мне сказали, Надя, вот есть такие-такие варианты, ты все их знаешь, теперь выбор за тобой. Мне кажется, это очень ценно, потому что в итоге, чтобы потом автору, да, и мне конкретно нельзя было повернуться и сказать, это вы все виноваты, это вы мне так сказали, ничего не получилось, или наоборот сказать там, вот это там, да, как бы посоветовали. Ну, поэтому я считаю, что это очень такой профессиональный, грамотный подход со стороны вас, да. И да, ура, я определилась, я придумала то, как я это хочу. Я отправила уже сегодня утром заказ, оформила на оформление обложки, и мне уже пришла анкета, которую необходимо было заполнить. Хочу сказать, что само заполнение анкеты, оно не пугающее, не страшное, оно буквально двухстраничное, при этом очень емкое, где тебе прям при помощи визуала помогают выбрать. Грубо говоря, прям такой, знаете, ну вот для тупого, посмотри вот так или вот так, да, и ты уже как бы помимо того, что ты описываешь вот все то, о чем мы говорили с дизайнером, да, там делаешь семантическое ядро и так далее, ты просто вот выбираешь даже визуально, что тебе больше нравится. Поэтому мне кажется, что это просто вот для таких чайников, как я, это мега супер классно. Спасибо большое. Ну что ж, это мега супер классно, что мы наконец отдали обложку в работу, да, и еще так это случилось несложно. Ура! Ну и второй мой вопрос, который я еще сегодня точно хочу спросить. Мы в прошлом выпуске с маркетологом обсуждали комментарии экспертов книги. Причем они могут быть разных форматов, да, кто-то в аннотацию вставляет, кто-то в начало книги, кто-то чуть ли не на обложку лепит. В общем, все, что угодно. Но комментарии эксперта рынка – это всегда плюс книги. Так вот, получилось ли у тебя найти экспертов и отправить им запросы? Да, у меня получилось найти экспертов. Я заручилась их согласием, то есть они сказали о том, что они готовы прочитать мою рукопись и дать рецензию. И я думаю, что в ближайшее время это случится. Как только это случится, я с удовольствием поделюсь об этом со всеми слушателями подкаста. Ну и, конечно, вы увидите это в книге. Я рекомендую всем авторам не бояться, потому что если вы боитесь, и вам кажется, что это такие какие-то люди, которые недосягаемые, то поверьте, это очень приятно и ценно экспертам, когда к ним обращаются, причем за такой приятной миссией, то есть высказать свое мнение. Я думаю, что для гуру и для экспертов с большой буквы это два плюса. Во-первых, это то, что тебя признают как эксперты и просят твое мнение. И второе, что все равно это тоже часть пиара, часть продвижения, которое, я думаю, о чем мы сегодня тоже поговорим с маркетологом. Супер. Ну что ж, теперь точно пойдем задавать наши вопросы нашему маркетологу. Итак, друзья, с нами на связи руководитель отдела издательского маркетинга Литрес Ирина Мамонтова. Мы уже обсудили с ней финальную подготовку книги к публикации, а теперь поговорим о том, как продвигать уже вот выложенную книгу, как сделать так, чтобы о книге узнало как можно больше читателей. Ира, привет! Привет! Ирина, привет! Я отдаю вам обеим микрофоны и предлагаю вам начать разговор. Первый вопрос, который, в общем-то, я думаю, логичен. Мы в прошлый раз говорили о том, что шаги по анонсу того, что я пишу книгу, да, так скажем, разогреву слушателей необходимо делать. А вот какие же шаги необходимо сделать автору уже после выхода книги? Вот я представляю, да, вот моя книга выходит, я такая радуюсь, да, вхлопаю в ладоши. А что нужно делать дальше? И верно ли, что нужно именно вот первые, там, не знаю, буквально месяц-два уделить очень много времени как раз продвижению, чтобы о тебе узнали, заговорили и так далее? Сейчас отвечу на все вопросы, но для начала хочу похвалить, я видела пост в Инстаграме про то, о чём ты пишешь книгу, и как классно, это действительно здорово, что ты начала это делать. Спасибо, очень приятно. Самое интересное, что у меня было уже несколько постов в Инстаграме и Фейсбуке, но они были все, то моя коллега опубликовала, что Надежда участвует в подкасте самознатой, как бы я там скольчь что-то написала, но сложилось ощущение, что не все поняли, то есть поняли только те, кто прям вот читает. А когда я начала пост с фразы «я пишу книгу», то у меня случился какой-то взрыв просто и в Инстаграме, и в Фейсбуке, притом из тех людей, которые, я так понимаю, мельком пролистывают, поэтому это вот такой маленький совет тем, кто, ну как бы, что важно прям вот писать, тоже вот дословно, «я пишу книгу», чтобы все обращали внимание. Да, на самом деле это действительно так, потому что у нас у всех очень большой информационный поток вокруг, и зачастую какие-то посты просто улетают, если это мельком что-то. Причем я больше скажу, те, кто отметили, увидели этот пост в первый раз, есть те, кто его не увидел, и такие посты надо все равно продолжать делать, даже несмотря на то, что кто-то уже один раз видел пост. Несмотря на то, что, опять же, есть такое иногда предубеждение, что я один раз написал, зачем я буду писать еще раз? Вот надо еще раз, а потом еще раз, и еще раз, а еще еще раз пять потом. Ну, с этого, собственно, мы и начнем наш разговор о том, что нужно делать. Нужно писать, писать больше о том, что вы пишете книгу, рассказывать, добавлять разные форматы, stories, обязательно ссылку. В каждом посте после того, как ваша книга опубликована, у вас должна быть ссылка, либо вы должны четко прописывать, где купить. Иначе не найдут, не дойдут, особенно если нельзя разместить там прямую ссылку в посте, в инстаграме, да, сейчас сделали, что в stories можно ссылки ставить, это прям вообще отлично, но в самом посте вы, например, не можете это сделать, поэтому делайте там закрепленное, актуальное, и туда добавляйте, как бы упрощаем немножко этот путь для читателя и делаем максимально возможное с нашей стороны для того, чтобы его переход к книге был простым и легким. Я использую себя на страничке топлинк, и мне очень нравится, потому что там можно разные кнопки, и я пишу вот это подкаст, вот это там, да, моя колонка в таком-нибудь журнале. Да, с топлинком это еще и проще. В общем, чем больше ссылочек, тем лучше. Ссылочками на книгу навредить нельзя, можно только улучшить всю эту ситуацию и историю. Я просто иногда слышу от авторов тоже, я думаю, Ира прям подтвердит, ой, боже мой, я уже везде растрезвонил, я, наверное, уже всем надоел. Неправда, друзья мои, скорее всего, еще далеко не все слышали и видели про вашу книгу, еще не все заглядывали в ваши сторис или еще куда. В общем, скорее всего, вы еще никому не надоели, поэтому продолжайте, везде и всюду ссылочки. Это действительно так, поэтому вот нужно рассказывать, рассказывать подробно, можно себе запланировать какой-то конкретный там день в неделю, когда вы будете вот чисто там по четвергам рассказывать про то, что происходит с книгой, да, вышло, не вышло и так далее. Дальше идем про продвижение в первое время. Это действительно очень важно, и сейчас опять немножко такой отвлеченной информации для всех писателей-авторов есть разные сроки жизненные книги, электронные и печатные, и для традиционных книжных издательств обычно считается хорошим результатом, если ваш тираж книги, который запланирован, продался за три месяца, это прям вау, за полгода разошелся, это отлично. С электронными книгами история немножечко другая, тем более на Литрес, потому что мы обладаем возможностью быстрее анализировать данные, быстрее получать обратную связь, быстрее видеть продажи и так далее. И большинство алгоритмов Литрес настроены на то, чтобы новинки, популярные новинки, отхватывать в самом начале, как они вышли. То есть первые две недели, не три месяца, не полгода, первые две недели каждый день алгоритм считает, что у вас с книгой происходит. Ну то есть он в базе записывает, сколько посещений страницы, как много перешли в бесплатный фрагмент, как много перешли в покупку книги и так далее. Ир, скажи, пожалуйста, автору доступна эта информация, это аналитика? Нет, это автоматически настроенные алгоритмы внутри. То есть даже мы у себя не видим, что он там видит по этой книжке, да, это все внутри кодом запрограммировано. Там очень много факторов. Это не только вот там прочтение бесплатного фрагмента или посещение страницы, там учитывается очень много. Там предыдущая история автора. Если автор новый, то там популярность в принципе жанра, еще что-то. То есть огромное количество параметров, я даже сама всех не знаю, которые на это все влияют, но тем не менее, каждый день вот автоматом компьютер считает, что там происходит с книгой, какие у нее показатели по разным параметрам. И таким образом, через две недели при хороших результатах вот начинают присваиваться у нас как раз вот эти шильдики, которые все так любят, хит-продаж. Позже там, по-моему, за месяц уже присваивается бестселлер, если книга попадает в нужную категорию в своем жанре и набирает, ну, определенное количество условных баллов. Никаких реальных баллов нет, просто набирается какой-то рейтинг по всем показателям, которые оценивают алгоритм. Поэтому, еще раз, в первые две недели после выхода книги нужно сделать максимальное количество усилий для того, чтобы на вашу страницу начали хотя бы переходить. Может быть, еще не покупать, но именно переходить. Дальше уже начинается история с тем, что подключается автоматическая реклама, подключаются автоматические рассылки, в том числе, если книга была популярна, ее робот, то есть не ручные рассылки, которые у нас как бы редакционные, а именно робот, начинает отправлять с посылом, типа, книги, которые вы могли пропустить, или книги, которые вам могут быть интересны, которые формируются под интересы читателей, и туда попадают те, которые популярны в определенных жанрах и с определенными тегами, о чем мы говорили в прошлом выпуске, кстати, как выбрать жанры и теги. Это тоже влияет на продвижение. В прошлый раз ты давал такой классный алгоритм, вот здесь мы тоже все жаждем, да, мы все же хотим волшебную таблетку, ну хотя бы алгоритм. Да, волшебной таблетки не существует, у каждого будет своя история, но тем не менее, можно делать те вещи, которые, в принципе, всегда работают. Это посты, это размещение ссылок, о чем мы говорили, это публикация в сторис, то есть каждый день хотя бы по чуть-чуть какую-то информацию. Если есть возможность выйти в какие-то СМИ, в интернет-СМИ, в первую очередь, потому что они быстрее, то лучше договориться с ними, потому что, если вы пишете для печатного журнала, то все мы понимаем, что в июле вы отдали им материал, а появится в печати он там в сентябре, потому что есть процесс редакционный, который ты никак не ускоришь. С интернета ресурсами, конечно, больше возможности быть услышанным раньше. Вот. И таким образом все свои... Там не стесняемся писать друзьям, коллегам, что у меня там книга вышла. Хорошо добавить в почту. Вот вы пишете все письма, у вас внизу есть строка, где вы подписываетесь. Добавьте туда ссылку на вашу книгу, что вы там такой классный специалист, а еще у вас есть книга, которую вы написали, и ее можно купить на Литрес. Я очень радуюсь, когда получаю письма от авторов, и там есть такая приписочка. На самом деле, это действительно здорово. Для того, чтобы посты были неоднообразными, когда вы, конечно, там, публикуете книгу, и, ну, каждый день писать, что я опубликовала книгу, я опубликовала книгу, я опубликовала книгу, это надоест. Поэтому, что делаем, нам на помощь всегда приходит отзывы, либо цитаты. Это два прекрасных инструмента, которые можно постить просто, там, через день, потому что отзывы дают обратную связь от тех, кто книгу уже прочитал или с ней ознакомился, и есть лайфхак. Вот, ладно, я придумала, какой рассказать лайфхак. Есть такая технология написания рекламных именно текстов по изучению отзывов, то есть, когда формируются разные объявления для таргетированной, например, рекламы, сначала изучаются отзывы на товар, именно написанные словами обычных пользователей, которые эти отзывы оставили, и из них собираются какой-то их фразы, то есть, реклама будет эффективной и действенной, если вы будете говорить теми фразами, которыми говорит ваша аудитория. Соответственно, эти фразы можно взять из отзывов. Вы читаете, смотрите, как они пишут, что именно они отмечают в вашей книге, поэтому мы не очень любим отзывы, типа, ну, классная книга, мне понравилась. Ну, здорово, конечно, но нам она ничего не даёт с точки зрения рекламы. Поэтому смотрим, что именно отмечают, может быть, это там какой-то слог, цитаты. Таким приёмом часто пользуются книги, которые бестселлеры на западном рынке. Мы всегда можем увидеть историю с тем, что на обложке есть пять цитат или там на четвёртой сторонке пять цитат от разных СМИ, да, то есть это вот эти вот как раз фразы, которые выбираются. Понятно, что это не весь отзыв New York Times помещается на обложку, а какая-то одна цитата, но которая при этом описывает то, как аудитория этого журнала могла бы отозваться об этой книге. Соответственно, мы представляем, что мы New York Times, ну, или кто ещё нам очень нравится, с книжными рейтингами, и думаем, как бы, вернее, даже не думаем, а читаем, как аудитория нашей книги, отзывается о ней и что мы можем использовать дальше. Я хотела сказать ещё, что вот из моих планов это анонс в профессиональных сообществах, то есть это анонс как бы фактически к моей целевой аудитории, то есть есть профессиональные сообщества, которые могут быть заинтересованы как раз в этой книге, и как раз там есть люди, которых она может заинтересовать. Вот я думаю, что это тоже может быть хорошим источником, если мы говорим про нонфикшн. Вот, но до художественной литературы не знаю. Тут ты права, это действительно так, особенно если есть выходы на такое сообщество, и можно принести им информацию о своей книге, это очень полезно, и действительно мы понимаем, что у нонфикшна аудитория зачастую специфическая, и выходить вот в такие профессиональные группы именно с нонфиком, это очень хорошая идея, очень хорошая мысль, я надеюсь, что именно так у нас все и получится. Да, и опять же, я тоже хочу сказать от себя, что по моим наблюдениям профессиональные сообщества тоже очень заинтересованы в хорошем контенте, поэтому они, ну там, как бы не отказывают, и наоборот, некоторые прям ищут людей, которые будут создавать этот контент, и просят, да, там писать статьи, писать какие-то заметки или еще что-то, и можно с ними договориться на то, что вы будете писать какие-то заметки или давать комментарии, в ответ, как бы они будут, да, эту книгу продвигать. Это то, чем я очень хочу заняться. Вообще, продвижение книги это отдельная работа, и понятно, что у большинства авторов есть основная работа, плюс вот написать книгу, оформить ее, сделать, это вторая работа, а продвигать ее, это третья работа, и для того, чтобы эта третья работа не вышла там какой-то несистемной, для того, чтобы она приносила результат, здесь важно планирование, но мы живем в современном информационном обществе, и нам очень повезло с тем, что мы можем много что запланировать, поставить на таймер, и пока мы будем заниматься основной работой или писать книгу, какой-нибудь прекрасный планировщик постов в соцсетях будет за нас все публиковать. Почему это хорошо? Потому что действительно иногда бывает, там, нет настроения писать пост, нет, не то состояние, нет времени, случился какой-то форс-мажор в тот день, когда у вас что-то запланировано, а так, вы знаете, берете в воскресенье с утра себе, наливаете чашку чая, садитесь за компьютер, и три часа планируете, там, кто три часа, кто за полчаса справляются, люди разные, планируете посты на всю неделю вперед, заводите их в соцсети, и всю неделю у вас будут эти посты, вы не забудете, что у вас что-то где-то должно выйти, есть классные планировщики, они зачастую платные, но стоят не так много, которые даже находят оптимальное время для публикации постов в каждой соцсети, если у вас их несколько, можно, причем, подключить несколько соцсетей в один кабинет, и не ходить отдельно в ВКонтакте, отдельно в Инстаграм, отдельно на Фейсбук, а из одного кабинета делать все посты, это очень удобно, и это при этом помогает вам планировать свое время и планировать время выхода постов, то есть о том, что вам написали какой-то комментарий, вы, естественно, увидите уведомление, там, когда у вас будет минутка, зайдете, ответите, а написать текст, подобрать картинку, приложить ссылку, это все-таки чуть больше работы, чем пять минут, пока ты ждешь автобус, там, я не знаю, или пока машина прогревается. Сейчас все говорят о том, что залог успеха книги это продвижение через личный бренд автора, ну, особенно, если мы говорим там про нонфик, так это вообще, мне кажется, да, ключевое, а если автор не публичный, и если автор не хочет, чтобы его, как сказать, ну, там, в соцсети заходили разные люди, не готов к этому, не хочет ее открывать, то есть он профессионал своего дела, там, написал хорошую книгу, но не хочет заниматься вот этим продвижением через личный бренд, тогда что делать? Все пропало? Нет, конечно, всегда есть выход. На самом деле, личный бренд, безусловно, важен, но давайте чуть-чуть отойдем, там, только от маркетинга, да, мы всегда представляем свой личный бренд, не в зависимости от того, эксперты мы не эксперты, мы общаемся с друзьями, мы тоже наш личный бренд, ну, если уж совсем разбирать все это, и то, как мы себя позиционируем в обществе, то, как мы себя позиционируем на работе, это все складывается в то, что есть вокруг нас. Что касается публичности, то есть, скорее всего, у авторов есть вот этот страх публичности, страх самопрезентации, страх показать что-то личное вовне, это немного другое. Потом у некоторых авторов есть вообще, как бы, в личной странице они выкладывают детей, кота, а здесь я понимаю, что ко мне будут все заходить, как бы, да, и так не сфотографируйся, это не выстави, сторис. Такой момент. В этом случае я советую, я, в принципе, часто советую авторам разделять личный аккаунт и авторский. Это касается определенных жанров, и вот касается, в том числе, страха публичности. Ну, условно, если автор пишет, сейчас отвлекусь, автор пишет любовно-эротические романы, но при этом она еще, там, не знаю, вяжет классные шапки и постит про детей. И вот это, конечно, вызывает диссонанс, непонятно, кто вообще заходит. То есть, одно дело, там, твои знакомые, а другое дело, вот, те читатели, которые пришли за твоими любовно-эротическими романами. Тут есть нюансы, поэтому в таких ситуациях мы рекомендуем, конечно, сделать дополнительную страничку. Если, опять же, не хочется публичности и показывать себя как персону, да, вообще, в принципе, можно не светить своим лицом и продавать без этого в Инстаграме. Это все равно отдельная работа будет. А на это, в принципе, можно нанять на развитии странички отдельного человека. Можно по-разному. Да, я вот как раз хотел спросить, стоит ли вообще автору себе искать рекламного агента или какого-то профессионала, которому можно это поручить, который займется уже продвижением профессионально и уже не думать об этом, как бы не иметь такую головную боль. У меня есть, знаете, любимая картиночка, она часто возникает в таких разговорах, где три круга, значит, быстро, качественно и недорого. И эти круги пересекаются, но в центре три сразу не бывает никогда. То же касается любого помощника. Тут вы вправе, естественно, выбирать сами. Никто вас не заставит кого-то нанимать. И я не могу сказать, что да, все должны нанимать рекламных помощников. Нет, не обязательно. Но вы должны понимать, чем вы жертвуете. То есть, если для вас важнее ваше личное время, там, время, проведенное с семьей, время, потраченное на работу или на работу, на обучение по вашей основной специальности, то, конечно, вам нужен человек, который займется рекламным продвижением, который этим занимается с большим числом аккаунтов и так далее, и который сэкономит ваше время, но заберет ваши деньги, безусловно. То есть, либо одно, либо другое. Если вы считаете, что вы готовы сами вкладывать время, в первую очередь, иногда тоже деньги для дополнительной рекламы, то здесь, безусловно, вы можете делать всё самостоятельно. Не делать совсем тоже можно, но тогда какой эффект от продаж книг, его, к сожалению, он будет не настолько результативным, весь этот процесс по продаже книги, именно за счёт того, что можно было бы сделать больше, если уделять этому достаточно внимания. Спасибо за комментарий, я думаю, ещё очень важно понимать, какую рекламу ты делаешь, и ты в этом, ну, как бы профессионал или нет, потому что у нас в писательском чате были очень хорошие примеры, когда авторы сами делали, например, продвижение, контекстную рекламу, запускали, но автор сразу писал, обратите внимание, коллеги, я очень хорошо разбираюсь в этой теме, и я не сливаю бюджет, и я понимаю, как это делается, то есть такое было прям серьёзное предостережение, потому что можно начать самому, я просто хочу сказать о том, что, мне кажется, в каких-то видах рекламы точно стоит довериться профессионалам. Безусловно, тем более сейчас есть много разных инструментов, есть, так, значит, экономный совет для авторов, которые хотят что-то сделать, есть много школ, которые учат, в том числе, специалистов СММ, там, специалистов по таргетированной рекламе и так далее, им нужны кейсы для практики, и они в чём, в чём плюс для вас, для автора, если вы найдёте такого студента. Вы можете написать в такую школу, сказать, я автор такой-то книги, хочу предложить свою книгу, да, вам как учебный проект. При этом, да, безусловно, делать какую-то рекламу будет студент за ваши деньги, но делать он это будет под присмотром профессионалов, которые будут его учить, будут показывать на ошибки, эти начинающие студенты берут гораздо меньше, то есть здесь есть, безусловно, рискованная история с тем, что что-то может пойти не так, но вас никто и не заставляет вкладывать в такую рекламу миллионы, а попробовать, там, не знаю, на пять тысяч, например, заказать такие услуги, это хорошо. Таким образом, вы экономите на услугах специалиста, но при этом ваша рекламная кампания запускается под присмотром специалиста, это очень классно, и я бы рекомендовала, если там бюджет совсем ограничен и хочется попробовать, я бы рекомендовала такую историю. Таких школ много, просто можно ввести там профессия SMM-менеджер или там профессия таргетолог, и выпадет список каких-то школ, курсов, которые это проводят, и попробовать постучать к ним, предложить свою книгу на рекламу им. Я хочу спросить Иру про наши рекламные услуги. Ну, раз уж ты заговорила про профессиональные и непрофессиональные варианты, вот мне прям кажется, что следующему очень гармоничный вопрос про то, какие есть у Литрес услуги. И я сейчас не говорю об там о всех, да, но вот с чего начать новичку, да, на что обратить внимание, на твой взгляд, ну, а уже не новичку, может быть, тоже что-то посоветуешь. Постепенно. Боже, неужели Литрес и здесь тоже что-то может предложить? Мы можем всё! Я не знала, честно, друзья, я не знала о таких каких-то, ну, что у вас есть какие-то пакеты. Для того, чтобы рассказать про рекламные пакеты, Литрес и рекламные услуги, я отойду чуть-чуть назад. Опять же, мы говорим о самом начале вашей книги, вашего пути. И когда мы только запускаем книгу, то есть вот только сейчас, первый месяц, условно, нам важно получить наибольший охват. В принципе, в рекламе есть два типа рекламы, да, имиджевая охватная реклама и вот как раз таргетированная, которая нацелена очень чётко на продажу. То есть там считаются совсем другие даже показатели эффективности. И когда мы только запускаем книгу, нам важно удариться больше именно в имиджевую рекламу, чтобы как можно больше людей узнали о нашей книге. Поэтому, опять же, исходя из того, что есть в рекламных услугах Литрес, я бы рекомендовала заказывать обзоры у блогеров, либо заказывать баннерную рекламу, то есть чтобы была видна ваша картинка, потому что не всегда по ней будут переходить, но запомнят вашу обложку и запомнят ваше имя. Это важнее в первое время. Потом есть разные истории, можно почитать дополнительно для тех, кто интересуется, что-нибудь про жизненные циклы товаров. И в зависимости от жизненного цикла товара у вас может быть либо комбинация видов рекламы, и имиджевая, и таргетированная, либо только таргетированная. Но вот на первых порах для того, чтобы о вас больше узнали, нам нужен как можно больше охват. Поэтому все, где у нас есть картинки, наше имя, и где есть люди с выходом на другую аудиторию, вот те же блогеры, профессиональное сообщество, комьюнити, какие-то, вот в ВКонтакте есть там посевы в группах, которые можно сделать. Это все широкая аудитория, из которой придут те, кто будет уже заинтересован. но бить сразу по конкретным целям очень узким достаточно, опять же, неэффективная история, потому что вот эта узкая группа аудитории у вас очень быстро закончится, и вы будете потом думать, где вам найти новых читателей, лучше идти вот от более широкого к более узкому постепенно. Поэтому для начинающих я рекомендую рекламу блогеров и баннерную рекламу с показами, с охватом, там есть варианты и на фейсбуке, и в инстаграме, и вконтакте, по-моему, тоже. Там есть разные пакеты комбинированные, то есть можно выбрать несколько разных соцсетей, например, для того, чтобы это все было у вас скопом. И насколько я видела у коллег, сейчас небольшой анонс, не знаю, отругают они меня за это или нет, я надеюсь, что похвалят, там есть новая фишка, которая будет скоро, еще пока нет, но скоро, это оформление профиля в соцсетях. Это чем вам полезно, это как раз немножечко связано и с личным брендом, даже если он не личный, где ваше лицо, вот, что я про личный бренд не сказала, личный бренд может быть не с вашим лицом, личный бренд может быть вас, как автора книги, отдельный от того, что происходит в вашей жизни. И вот для личного бренда автора книги, где важна экспертиза, где важны там какие-то регалии и прочее, важно хорошо оформить профиль в соцсетях, потому что, честно, иногда я очень расстраиваюсь, заходя на странички наших авторов в соцсетях, мне становится грустно, иногда я даже пишу, что нужно улучшить, иногда не пишу, потому что совсем расстраиваюсь, но есть такая история, поэтому это важная штука для начинающих авторов в том числе. А можно резюмировать так коротенечко, то есть в рамках продвижения Атлитрес возможно? Конечно, в рамках продвижения Атлитрес есть дополнительные рекламные пакеты, которые любой автор может приобрести и выбрать. Они находятся в разделе услуги на Атлитрес Самоздат, там есть отдельный блок по продвижению, где описаны все виды, которые есть, таргетированная реклама, реклама на Лайфлип, реклама на Атлитрес, реклама у блогеров и так далее. Там же указаны вот эти пункты скоро на Атлитрес, что будет, это не единственный анонс про оформление соцсетей, но сегодня я хотела сакцентировать внимание именно на этом. Пожалуй, мне надо заняться этим вопросом и что-то я упустила. Конечно. И внутри уже каждой услуги можно посмотреть разные пакеты. На Абум захожу, есть таргетированная реклама в социальных сетях Facebook плюс Instagram вместе, то есть уже будет совмещенная какая-то акция. Может быть, просто рекламный пост у пяти блогеров в Instagram. Это другая история, отдельный пакет. Есть какие-то большие пакеты, они внизу, вот они называются мини, средний, продвинутый и топ продаж, в них есть как бы комбинированные истории, то есть у вас охват рекламной кампании идет сразу по нескольким каналам, а не только один. Они дают, ну, опять же, за счет того, что мы используем несколько тарифов сразу, несколько возможностей, то мы можем давать скидку и покупать, конечно, пакетами рекламу выгоднее. И еще я думаю, что когда идет реклама сразу в нескольких каналах, то у человека как бы это намного лучше воспринимается, потому что мы все помним про три точки контакта, когда ты видишь это третий раз, ты уже как бы понимаешь, что это про тебя. Ну да, лучше 5-7. Я единственное хотела тоже прокомментировать мой любимый, наверное, момент, когда я говорю про услуги. Ребят, у нас есть услуги, по-моему, подходящие для всех. То есть пакет стоимостью комфортный и для того, кто пока не готов тратиться, да, на рекламу, базовый совсем какой-то, ну, чуть-чуть блогеров или немножко кликов, да, там, горсточку мне, пожалуйста. Либо наоборот, для тех, кто уже готов выделять бюджет. То есть здесь нет такого, что вам сразу так что для всех и для вся. Мы поняли, что необходимо делать большой акцент на продвижение книги в самом начале, то есть когда она только что вышла. А какие же мероприятия нужно организовывать в дальнейшем? То есть вот она вышла, первые пару месяцев наших активных прошло, и что нам делать дальше? А дальше нам нужно, чтобы книга стала лонгселлером, то есть чтобы ее продажи длились достаточно долгий период на достаточно высоком уровне. Опять же, у каждого жанра, у каждой книги это будет свой уровень, да, у кого-то это не менее там тысячи продаж в месяц, у кого-то наоборот там стабильно 50, зависит от многих факторов, но тем не менее нам надо, чтобы... Тысяча продаж в месяц, ничего себе, только возможно. Ну, это художка обычно. А в нонфике сколько вообще обычно, какой средний показатель? У нас же, Полин, если ты вспомнишь, у нас, по-моему, вот книга Анастасии Залоги и Олеси Галькевич как раз были вот в районе тысячи в месяц, чуть ли не по полгода они так держались, если не год. наши хиты, правильно я рассказала, вспомнила фамилия Игорь Кевич, Залога Игорь Дукевич, да, вот это все наши авторы, которые в нонфике держались, и я даже полезла открывать наш топ, чтобы прямо вот точно сказать, ну, допустим, пока листаю художку, в которой действительно тысячами может измеряться, а вот если мы говорим про нонфик, то это может быть... Ну, вот, пожалуйста, Кедукевич как раз, Владислав, у нас 1700 есть, это бесплатные книги, а есть и продажи вот как раз 1000, расширить сознание легально, сделаем небольшую рекламу и так популярной книги, 1100 в декабре было, так что вполне себе 1000 может. Да, при том, что этой книге уже почти два года, по-моему, и она держится с таким уровнем продаж, безусловно, это хит, безусловно, это там не то чтобы идеал, но это тот результат, которому стоит стремиться. И понятно, что если у вас не такие продажи, сейчас сразу скажу отдельно, если у вас не 1000 продаж в месяц, это не значит, что у вас что-то не так с книгой. Нет, это не так, неверно, не придумывайте себе, потому что это действительно авторов может смутить. но на самом деле, если вы видите динамику, что там в первый месяц у вас 20 продаж, во второй 30, 50, 100, а потом они какой-то месяц снизились там до 70 и на этом уровне держатся, значит, примерно вы вышли на вот эту плату, которую вам надо продолжать сохранять. Что нужно делать, когда вот первые активные месяцы прошли, да, мы не забываем продолжать писать о книге, то есть все равно где-то какие-то посты делаем, стараемся подключить уже блогеров, экспертов более широкого списка. Опять же, почему это уходит на такой долговременной перспективы, не все читают быстро, поэтому у некоторых книжных блогеров могут быть очереди на книгу, они там берут книгу, например, в июле, а пишут о ней только в ноябре, потому что у них по 30 книг в месяц, которые они читают, это, естественно, это большой тоже труд все это прочитать, оценить, написать текст и так далее. Публикации в СМИ, особенно если мы говорим про нонфик, это могут быть не только публикации чисто про вашу книгу, да, но вы как эксперт, который позиционирует себя как эксперт на рынке, вы можете давать какие-то комментарии по различным событиям на вашем рынке, то есть прям писать в издание какое-то, которое вот по вашей теме и говорить, я автор такой-то книги, я разбираюсь вот в этой теме, тут произошло вот это, я готов дать комментарий, или в целом я готова давать комментарий на какие-то события вот в этой сфере, там, не знаю, что может случиться у нас, какой-то взрывной цен рост на гостиницы в Сочи, ну, как это бывает, да, перед Новым годом, там, еще какая-то история, то есть все, что в новостном пространстве вокруг нас, вы можете оборачивать в свою пользу и вам не обязательно уже в дальнейшем говорить только о книге, вы можете позиционировать, опять же, себя как эксперта, но просить СМИ приписывать, что вы автор такой-то книги. А можно я тогда, друзья мои, сразу еще в пример наш недавний, Ира тоже его наверняка помнит, есть у нас книга «История ИП», «История взлета и попадания одного российского индивидуального предпринимателя». А здесь, что интересно, в этой книге, ну, да, кейс по продвижению, помимо того, что автор пришел с заказом к нам, да, на услуги продвижения, он еще и сам продвигал книгу, и вот, например, цитаты из книги, ну, и как бы цитаты эксперта в сфере были взяты в Инстаграм РБК, по-моему, тоже любопытно, да, то есть еще один канал для продвижения. Похожий кейс есть, например, у нашего автора под псевдонимом Бабайкин, это тоже нонфик, это тема инвестирования, и он, продвигая еще свою первую книгу на пенсию в 35, и когда готовил вторую в Акьюмане, он тоже делал дополнительные комментарии, но он вообще очень ударился за счет свободного времени в рекламу и в продвижение, он ведет свой блог, и большой молодец, но при этом вот его статьи были там на таких порталах, как сравниру, где можно выбрать разные банки и прочее, там были истории с там Лентару публиковала тоже его комментарии, то есть его привлекали, несмотря даже на то, вот опять же про личный бренд, он не афиширует свое имя, он говорит, я не буду говорить, кто я такой, он всегда там ведет блог в маске, он меняет свой голос для того, чтобы записать это все на YouTube, при этом человек эксперт, да, да, и это работает. Мы все говорим только про интернет, про цифровые технологии и так далее. Я все время вспоминаю рекламу Рафаэла или какой-то Феррера Роше, может быть, помните, когда мой автор, где и вот она выходит на сцену и говорит там, да, этой книги бы не состоялось, у меня вопрос, а вот что, в красивом платье собирать как бы людей и говорить, что вот вышла книга и пить шампанское и да, там, вот так вот все, это уже прошлый век, это не работает вообще, это не нужная трата денег или как это вообще? Мне кажется, я должна сказать все, все зависит от эпидемиологической ситуации в вашем регионе. Нет, безусловно, встретиться лично с автором, провести презентацию, пригласить СМИ и блогеров на какое-то оффлайн-мероприятие, особенно если есть там какой-то бюджет, да, небольшой, чтобы можно было организовать кейтеринг, к примеру, это все работает и к вам, конечно, будут относиться там приятнее. Если посмотреть какие-то сериалы про издательскую жизнь, особенно в Америке, например, да, там очень много денег тратится именно на вот такие вечеринки для того, чтобы потом под впечатлением от вечеринки, потому что личное впечатление, конечно, оно гораздо ярче, чем посты в интернете, безусловно, и через такое вот личное впечатление можно каким-то образом положительно повлиять на тех, кто будет дальше писать о вашей книге. Вот, наверное, так это можно назвать. Безусловно, это не какое-то прямое влияние. Журналист пишет про то, что он считает нужным и важным, но, тем не менее, вот пообщаться лично, дать возможность тем, кто заинтересован в том, чтобы написать о вашей книге, задать вам какие-то конкретные вопросы, там, а потом сделать из этого свою статью, это действительно важно и нужно, но, опять же, да, последние пару лет мы ограничены в таких мероприятиях, последние пару лет книжные магазины проводят тоже такие мероприятия, но не то, чтобы со скрипом, а вот с учетом того, что им тоже приходится соблюдать кучу разных правил и санкций, потому что штрафов получить не хочется никому. Какие-то мини-презентации, может быть, опять же, в отелях, может быть, ну, это здорово, конечно, провести презентацию книги отеля, ну, с учетом тематики нашей книги, которую мы обсуждаем, да, но все равно придется соблюдать всю эту историю, все равно придется соблюдать какие-то ограничения, поэтому здесь нужно подумать, насколько это эффективно будет, потому что иногда, может быть, онлайн-встреча с автором, она будет полезнее. Но я думаю, что маленького праздника нам никто же не запретит. Слушайте, а я еще хочу, наверное, чуть-чуть опустить с небес, хотя я не против, мечт, да, мечтаний и так далее, но чуть-чуть опустить с небес на землю некоторых наших авторов, да, мечтать круто и представлять себя в платье, и там, может быть, на сцене большого, там, олимпийского и так далее, но вот эти, как раз-таки, мероприятия, которые мы видели в той же юной, да, очень яркие, красочные, и вот я в своем опыте помню, я начинала путь в издательстве как раз в том числе на пресс-завтраках, там, еще что-то, и для меня вот мне казалось, что это реально вот такой вот мир, а потом понимаешь, что это в первую очередь ключевые новинки, да, то есть все эти мероприятия для топовых звезд, чаще всего для авторов, уровня, там, Джорджа Мартина, да, и так далее, но вы поняли, что это для прям ярких-ярких звездочек, у которых окупится этот пресс-завтрак и какой-то большой, там, не знаю, вечер, не важно, но у наших авторов всегда есть выход, да, это и локальные мероприятия, какие-то небольшие, пусть и для экспертов индустрии, там, как раз-таки, если мы с вами сейчас очень хорошо проговорили, мероприятия в отеле, это может быть хорошо, сколько в отелях конференц-залов, вполне себе, или же, например, небольшие вот мероприятия, как мы готовили сейчас статью недавно в блог, по встречам в культурных центрах, в библиотеках, книжных независимых, которых сейчас все больше и больше, то есть адаптируется просто формат, да, раньше это было что-то такое большое, торжественное только для топов, сейчас хотите себе торжество и есть деньги, пожалуйста, хотите что-то небольшое, денег особо много нет, но хочется аудиторию где-то встретиться, тоже можно найти выход, то есть точек контакта сейчас вот так же, как и рекламных пакетов, много, да, и для тех, у кого пока нет финансовых возможностей, и для тех, у кого не есть. Ну да, я думаю, что это ключевое, хотите организовывать, какую бы рекламу вы ни запускали, считайте эффективность, а если вы делаете это мероприятие в формате праздника, потому что вы хотите это, так скажем, отметить, и, да, и пригласить людей, мнение которых вам важно, то рассматривайте это не как инвестицию в рекламу, а как некий праздник, наверное, просто, да, для своих, и получайте наслаждение от этого момента, вот и все. Слушайте, ну тогда про оффлайн заговорили, а у надежды оффлайна хватает, да, всякие тренинги, надежда у нас ездит по разным городам, по разным отелям, местам, и проводит тренинги. Вот здесь, по-моему, одна из классных точек касания, где можно говорить, друзья, у меня есть книга, приобретайте, слушайте, читайте. Вот, Ир, что скажешь, на чем делаем акцент, как проще всего, не знаю, интереснее подать книгу на таких событиях? Можно не только рассказывать о том, что есть книга, да, можно ее прям там небольшими тиражами продавать. Вот, это действительно хороший выход, именно на ту прямую аудиторию, которая есть. Например, я сейчас немного из другой сферы приведу пример, ходила на экскурсию в любимый Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге, и там есть прекрасная акапельная группа, которая в одном из залов поет. И сразу же после того, как они спели, они говорят, а вот у нас диски, пожалуйста, берите, слушайте, как мы красиво поем. То же самое, провели тренинг, а вот у меня книги, можете взять, здесь там информация структурирована, вы всегда можете к ней вернуться. То есть, опять же, вам нужно будет как-то в таких историях, в таких ситуациях описать, зачем вам нужна бумажная книга. Потому что, ну, типа, я вот тренинг послушала, и все, и я уже молодец, такое тоже может сработать. Но там, вы вот тренинг забудете, что-то сотрется со временем, а к книге вы всегда можете вернуться. Если у нас нет с собой печатного тиража, мы летим эконом-классом в победе, и у нас только 5 килограммов в ручной кладе, то мы распечатываем визиточки с QR-кодом. Почему визиточки с QR-кодом со ссылкой вшитой? Потому что вы сразу даете, говорите, вот прям фотографируете, и вы переходите в магазин, покупаете мою книжку. Визитки не занимают много места, они маленькие, они эффективные, но при этом это такая ходячая реклама, да, вы все равно будете давать свои контакты кому-то, с кем общаетесь, все равно будете давать визитки. И это дополнительный классный способ продвинуть себя и как эксперта, и как автора книги. И классная фишка с визитками, если честно, первый раз про такое слышу, вот, ну, правда, у меня был, когда вот рассказывал про то, что привезите с собой, у меня возник такой вопрос, там, да, как, и вот эта история очень крутая. У меня просто несколько раз было такое, что, например, автор привозил книги, после мероприятия к нему все подходили, там, покупали, и он там последняя, и такие все, ну, как бы, да, а здесь с визиткой, мне кажется, очень крутая фишка. И я еще подумала о том, что, конечно, я могу об этих книгах рассказывать и на онлайн мероприятиях, потому что, например, вчера мы проводили мероприятие, у нас было почти 180 участников из очень разных городов, и, соответственно, мы можем говорить, и мы даже можем объявить, например, розыгрыш в Инстаграме, это будет, как бы, нам аудиторию наращивать в нашем аккаунте, и при этом, как бы, да, те, кто не выиграл, условно могут зайти и, возможно, заинтересоваться этой книгой. Отличный план. А еще у нас есть, вставлю, у нас есть реферальная программа Литрес, когда можно делиться специальной ссылкой со скидкой уже, то есть вы специально, говоря, читателем, а вот для вас у меня есть скидочка 10%. Причем, самая фишка, которую я тоже, как маркетолог, должна сказать, вы будете получать бонусы, ну, как бонусы, вознаграждение, деньги, на отдельный счет, не как роялти за книгу, а именно вознаграждение за то, что те, кто перейдут по вашей ссылке, что-то купят на Литрес, не обязательно вашу книгу, они могут купить новый последний роман, на Литрес они пришли по вашей книге, а вы получите за это бонус, там, до 20% от стоимости этой книжки, ну, круто же, здорово, поэтому советуем всем еще... Вот это очень круто, да. И также на Литрес можно собирать свои индивидуальные полки, тоже со скидкой потом размещать, типа вот в этой полке там 5 книг, которые вам нужны для того, чтобы открыть свою гостиницу, моя книга и еще там каких-то 4, не факт, что купят вашу, но деньги-то вы заработаете, которые можно потом потратить на рекламу. И ссылку они получат на все эти 5 книг или только на мою скидку? Конечно. Огонь. Вообще огонь. Это же можно рекомендовать, я же всегда рекомендую книги других авторов и очень призываю и говорю, вот, пожалуйста, заходи. Почему я сейчас этого не делаю? Так, Ира, мне кажется, надо свести надежду с менеджером. Определенно. И так как это такой, как бы, незапланированный доход, да, воспользуемся рекомендациями разных инвесторов и прочих людей. То есть это доход, который вы, в принципе, не планируете обычно. Что эти деньги у вас есть, что нет. Вот сейчас их нет, а через месяц они будут. Здорово пускать их в рекламу в вашей книге. Отличный план, отличный план. Ну что, пора зарабатывать. Мне нравится эта фраза, пора зарабатывать. Слушайте, класс. Еще хотела рассказать о такой фишке, как небольшой чек-лист. Он у нас есть для наших авторов. Мы его размещаем в том числе в блоге и даем на разных мероприятиях и на выставках. Но тут есть истории, которые хороши для каждого автора. Прямо вот по чек-листу пройти после запуска книги. Итак, сразу после публикации книги что мы делаем? Мы делаем, например, какой-то розыгрыш за отзывы у себя в группе. Если у нас соцсетей нет, то мы их заводим. Можем выбрать только одну основную, которая больше нравится и в которой удобнее работать, но заводим профиль, оформляем его и туда начинаем размещать информацию о книге. Дальше что мы делаем? Делаем первый пост про книгу. Дальше просим друзей сделать репост. Вот, можно прямо посчитать, типа, вот на этой неделе я попрошу 10 друзей сделать репост. И в конце недели смотрите, удалось с 10 договориться или меньше. Дальше вы просите, опять же, там, друзей, коллег, экспертов оставить отзыв. Можно на Литрес, можно на Лайфлип, там тоже хорошая аудитория, либо вот у себя в соцсетях для того, чтобы расширить аудиторию. Дальше даем ссылки в авторские группы и чаты. Рассылаем книгу блогерам или, опять же, экспертам на рецензию, если вы с нонфикшн книгой, если у вас есть выходы на экспертов. И последним пунктом настраивайте рекламу для того, чтобы получить еще больше аудитории, если у вас есть такая возможность. Либо заказываем рекламный пакет услуг на Литрес. И под конец выпуска традиционное задание для надежды и слушателей. Во-первых, дождаться корректуру, верстку, обложку, ну и в случае надежды еще закончить аудиокнигу. Во-вторых, подготовить финально книгу к выпуску и, наконец, нажать книгу «Опубликовать». Я думаю, вы помните, что у нас немало пунктов, которые нужно заполнить в карточке книги, так что это тоже целый процесс. Третье – сделать первые шаги по продвижению. Все, как говорила Ира. Ну а можно прям по моему любимому чек-листу пройтись. Мы его, кстати, добавим в описании выпуска, и вы сможете посмотреть целый вебинар по чек-листу. Ну а в следующий раз мы поговорим подробнее про тот самый личный бренд автора и о том, как использовать соцсети для продвижения своего творчества, про рекламу и про работу с блогерами. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставляйте звездочки, комментарии, следите за нашими соцсетями и создавайте самые прекрасные книги. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok